Расположенный во Всеволожске-Ленинградской области шинный завод финской Nokian Tires заинтересовал нескольких потенциальных покупателей. Как пишет газета «Коммерсант», на предприятие прежде всего претендует нефтехимический гигант Татнефть. До недавнего времени Татнефть сама выпускала шины Kama Tires. Однако из-за санкций вынуждена продала этот бизнес компании под названием «Татнефтехиминвестхолдинг». 49% этой компании принадлежат правительству Татарстана. Также ленинградское предприятие готов приобрести концерн «АЕОН», принадлежащий бизнесмену Роману Троценко. Это многопрофильный игрок, среди активов которого региональные аэропорты, предприятия речного транспорта, производство азотных удобрений и многое другое. В российском представительстве Nokian Tires телеканалу «Автоплюс» заявили, что компания по-прежнему рассматривает различные варианты ухода из РФ, но никаких конкретных решений пока не принято. Что касается самого завода, то он способен выпускать до 16 миллионов разнообразных покрышек ежегодно. Большую часть продукции отсюда поставляли на экспорт, но сейчас отгрузка за рубеж стала невозможной из-за антироссийских санкций. В начале февраля появилась информация, будто Черри рассматривает возможность локализации производства своих кроссоверов на мощностях Ульяновского автозавода. А чуть позже появились фотографии, подтверждающие этот факт. Через УАЗовский конвейер прогнали окрашенный кузов модели Tiggo 8. Однако недавно УАЗ попал под адресные ограничения со стороны Евросоюза. И теперь, как сообщают ведомости, руководство поднебесного автопроизводителя решило подыскать другую сборочную площадку. Взамен группа Солерс готова предложить китайцам конвейер во Владивостоке, где ещё недавно выпускались Мазды. Более того, как стало известно телеканалу «Автоплюс», представители Черри даже осматривали этот завод. Также ходят слухи, что для выпуска кроссоверов Tiggo рассматривается нижегородский газ, откуда недавно ушли Volkswagen и Skoda. Компания Mercedes-Benz готова продать свой завод по сборке автомобилей, расположенной на территории подмосковного индустриального парка Есипова. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на собственные источники. В нынешний момент конвейер, где прежде собирали седаны Е-класса, на 80% принадлежит головной компании Mercedes-Benz AG, а 20% являются собственностью совместного предприятия Daimler Kamas Rus. Основным претендентом на покупку издание называет дилерский холдинг «Автодом». Однако покупатель простаивающего сейчас производства, скорее всего, не сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes-Benz. «Автодом» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова